Второй этап конкурса «Великие имена России» подходит к концу. Пользователи Рунета голосуют за знаменитых соотечественников, именами которых назовут аэропорты. В списке претендентов более 400 личностей. И вот кто на данный момент лидирует в голосовании. Менделеев. Жители сразу шести российских городов хотели бы, чтобы местные аэропорты носили имя Великого Химика. Например, это Москва, именно аэропорт Череметьево, а еще набережные Челны, Петербург, Симферополь. За Менделеева также голосовал Томск. Автор периодической таблицы элементов некогда основал там первый за Уралом императорский Томский университет. Побороться за Менделеева готовый в Тюмени. Что касается других популярных великих имен. Это Андрей Туполев. На имя советского авиаконструктора претендуют сразу два московских аэропорта Шереметьево и Внуково. Также Туполево в названиях воздушных гаваней видят Казань, Омск и Хабаровск. Четыре города проголосовали за Петра Первого. Это Астрахань, Воронеж, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Четыре опять же города за Георгия Жукова. Еще столько же Казань, Москва, Самара и Магадан за Сергея Королева. Ну и также большое количество голосов в Москве, Пскове и Санкт-Петербурге отдали за имя Александра Пушкина. Проект стал настолько популярным, что пришлось даже расширить список участников. Несколько дней назад присоединились Калуга и Пенза. Там тоже хотят увековечить имена своих земляков. Правда, определиться с вариантом им надо уже прям как можно скорее. Из-за новых участников второй этап, конечно, продлили, но совсем ненадолго. Сформировать так называемые лонг-листы нужно до завтра. Далее списки от регионов сократят. Останется лишь тройка лидеров для каждого аэропорта. Лучших определят потом уже путем соцопросов до 7 ноября. Финал уже на следующий день. И победителя будут выбирать все желающие. Голосование пройдет на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях, по телефону горячей линии. Анкеты будут раздавать, конечно, и в небе на борту самолетов. Все продлится до конца ноября. А вот результаты конкурса станут известны 5 декабря. Я напомню, в нем участвует 47 аэропортов страны. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят уже существующие названия. Инициатива провести конкурс принадлежит Общественной палате России. Ее поддержали Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Этот конкурс предоставляет возможность вспомнить о наших великих соотечественниках, почувствовать еще раз, что наша страна, наша культура стоит на огромном, серьезнейшем фундаменте, за который мы, конечно, должны ощущать свою ответственность, сберегая его и развивая. Субтитры создавал DimaTorzok